Это часы, в общем говоря, ювелирной компании Граф. В этих часах порядка 8 кораллов и бриллиантов. Помимо этого уникальный механизм, название у этой модели Граф Жирограф. Жирограф означает не то, что модель такая жирная или для жирных людей. В этих часах используем гиро-турбион, который вращается в трех пускастях. К чему это я? Здесь в зале есть? Поднимите, пожалуйста, руки, кто смотрел фильм «Список Шинлера». Наверняка помните, там был момент, когда Шинлер уже ближе к концу фильма приехал в концлагерь выкупать очередную партию евреев. И высыпает перед начальником концлагеря горсть бриллиантов из мешочка, произносит замечательные слова, которые мне очень запомнились. «Скоро нам всем потребуются ценности, удобные в перемещении». На сегодняшний день действительно мир разделился, разделился на небольшое количество тех, у кого очень много денег, и на большое количество тех, у кого денег, мягко говоря, очень немного. И это является приличной силой, в том числе для спроса и для того, на что люди ориентируются. То небольшое количество людей, которые составляют пробку от нашего выкладки шампанского, они имеют деньги, они имеют очень большое количество денег для покупки, вообще говоря, всего бы там, чего бы то ни было. Но у них тоже есть элемент неуверенности в будущем и всего на свете. И вот на предыдущей презентации Оксана Синаторова показала тот самый большой бриллиант, на который есть спрос. Вот эта неуверенность, она в том числе приводит к стремлению приобрести вот те самые ценности, удобные в перемещении. И действительно, насколько я знаю, с прошлого года спрос, по крайней мере, в компаниях, занимающихся люксовыми товарами, достаточно четко сместился в сторону изделий от Графа, Шапа, Тиффани и так далее. Причем изделий с большими, с крупными бриллиантами. То есть изделий, которые однозначно рассматриваются как вот та самая легко переносимая ценность, легко перемещаемая ценность. Что происходит на другом конце? Тоже фотография с базиской выставки. Это часы Тесо. Они были служены на витрине такой большой табличкой. Даймонд. Да, сами даймонды на циферблате я, честно сказать, могу рассмотреть с трудом. Эта продукция предназначена для нижней части бутылки шампанского. То есть для того большого количества людей, у кого денежек на изделие от Графа, ну, сегодня там не сложилось. Значит, эти люди тоже хотят себя чем-то радовать. Так они хотят иногда прикоснуться и к каким-то вроде бы дорогим вещам, тоже таким же, али вечным, как бриллианты. Ну, что ж, как бы появляется все больше изделий, в которых бриллианты, если формально используются, то есть какие-то дорогие включения используются, но, как бы, на самом деле цена этих изделий оказывается посильной для массового покупателя. Ну, и на ювелирном рынке все вы знаете, что сейчас спрос вещает в сторону серебряных изделий, каких-то крайне лековестных изделий, сюда же подходит бижутерия и так далее. Для покупателя по другой оси будет время, которое, время, расчетное время использования вещей. То есть вещи, которые покупаются на сегодня и вещи, которые покупаются на очень долгий срок. Значит, вещи, которые покупают дорогие вещи надолго, это те самые сверхкрупные бриллианты, это те изделия, которые я показал, которые показывала Оксана. Вещи, которые покупаются небогатым покупателем на сегодня, это бижутерия, то есть какие-то совсем дешевые изделия. На пересечении, на самом деле, но есть еще одна очень интересная категория вещей, это вещи, в производстве которых завязаны технологии украшения, основанные на технологиях. И здесь, как бы, я хотел бы вернуться, вот, даже не к тренду, согласно которому изделия, ювелирные изделия, ну, может, в меньшей степени, но часы, например, в большей степени, отражают технологии, заложенные в их производство, подчеркиваю, технологии, заложенные в их производство или какие-то перспективные будущие технологии. Это касается ювелирных изделий. Сегодня уходит на рынок достаточно много компаний, предлагающих украшения из керамики, из каких-то нервничных, так сказать, технологичных мероприятий, материалов. Вот, в данном случае, часы так, просто своим обликом, там механизм спроектирован так, что сам механизм является украшением, то есть украшением являются не какие-то ключи, не камни, а сам механизм спроектирован так, чтобы служить украшением, или, пожалуйста, вот запорки, внутри которых встроен тот какой-то элемент часового механизма. То есть, вот такого рода товары, они набирают популярность, и они будут дальше набирать популярность все сильнее. Если вы помните, в 70-х был популярен тот самый квадратный дизайн, на смену которому в конце 80-х пришел биодизайн, чуть-чуть, наиболее четко это было видно по автомобилям, когда на смену все по квадратному пошли там всевозможные обмылки, и тогда, когда плавали формы. Сейчас, если вы заметили, что тренд, он отчасти как бы скатывается обратно, ну, в сторону, если не квадратных форм, то уже от биодизайна отходит, а также во многих элементах автомобиля стараются подчеркнуть заложенные в них технологии. Значит, и тоже, пару слайдов финальной пересекутся с тем, что говорил Оксана, в 1985 году в городе Ереван прошло мероприятие, которое называлось Международный футурологический семинар Интердизайн-85. Темой семинара было «Будущее часов». Дизайнер, 20 дизайнеров из 9 стран мира собрались для того, чтобы рассмотреть проблемы и перспективы, которые ждут часовой рынок. Большая часть событий, которые прошли на часовой рынке с тех пор, большая часть трендов, дизайнеры угадали очень верно. В частности, один из прогнозов говорил о том, что часы превратятся в часть информационно-коммуникационной системы. Ну, они не знают о том, какие технологии появятся через 30 лет, но, тем не менее, рисовые вещи довольно похожи на то, что мы сегодня видим под айвочем и так далее. А как бы и в рамках сегодняшнего мероприятия, я хотел бы обратить внимание на еще одно предсказание, которое гласило так, что микроэлектроника станет ювелирным искусством 21 века. То есть уже тогда говорили, что будет происходить комбинация микроэлектроники с ювелирными изделиями, различные устройства, различные возможности, где функция будет устраиваться во все большей спектре изделий, и именно вот эти изделия станут отчасти строить трендовыми. Но, возвращаясь к бутылке шампанского, хочу сказать, что, значит, чем интересны технологичные товары? Тем, что технологичные товары, они являются привлекательными для обоих групп покупателей. И для богатых, условно, для людей с высокими доходами, и для людей с низкими доходами. Для людей с высокими доходами рассматривают вот эти технологичные товары как некую сиюминутную покупку. То есть если изделие с крупным бриллиантом человек будет приобретать в расчете на последующий возврат инвестиций на продажу, то какую-то такую технологичную штучку он будет покупать как игрушку, игрушку не сегодня. С другой стороны, человек, имеющий меньшее доход, будет покупать вот эту технологичную вещь как самостоятельную покупку, представляющую для него достаточно высокую ценность на определенный срок времени. И вот на технологичные, условно, на предыдущие технологии я бы обратил внимание на будущее. Спасибо большое. Сегодня мне хотелось бы рассказать больше в контексте темы нашего сегодняшнего мероприятия, какие модные тенденции, на наш взгляд, актуальны сегодня, и как они находят им отражение в изделиях финального бренда «Невайка». Итак, нам бы хотелось начать с главного камня нашего бренда, и камня, сам камень и цвет, уже который сезон не сдают своей позиции. Это камень аметист, и цвет, соответственно, лилов и все оттенки фиолетов. Я думаю, все согласятся, что в последнее время и модные издания, и показы, они пестряты именно этим цветом. Камень по совместительству является талисманом и флагманским камнем нашего бренда, так как с аметистом связывают многие магические свойства. То есть, вы говорите, что этот камень усмиряет все отрицательные порывы в душе человека, является камнем, приносящим радость и успокоение души. Мне бы хотелось, говоря о модных тенденциях, обратить внимание на то, что где раньше ювелирные изделия носились только по особым случаям, на торжественные приемы, то есть с вечерними нарядами, предполагали определенный статус человека, который их носил. То есть, в свое время бриллианты вообще было не принято носить незамужнюю девушку. То есть, сейчас эти границы, они как бы стерлись, и, соответственно, незамужние девушки с удовольствием носят драгоценные камни. Украшения носятся не только на особых случаях, но и повседневно. То есть, мы видим бриллианты на работе и с одеждой в стиле casual и так далее. И, соответственно, модные тенденции, которые существуют в одежде и в остальных отраслях, они находят отражение и в ювелирных изделиях тоже. Вот здесь вы видите крупные изделия. Размерами изделия теперь уже никого не испугаешь, потому что массивные крупные кольца, они на пике моде сейчас. И ювелирные брендки в Оркеан стараются радовать своих почитателей такими изделиями. Вы видите, мне бы еще хотелось сказать, что все оттенки розового, в том числе, и оттенки красного, они также пользуются большой популярностью. Вот вы видите, у нас есть большое их разнообразие. Также мы работаем с камнями, которые не очень классические, скажем так. Пытаемся показать их природную красоту и оригинальность, обрамляемых бриллиантами, соответственно, но акцент все равно делается на камне. То есть изделие само по себе и камень, который является центральным, оно по себе интересно и уже является таким произведением искусства и природы. В этом сезоне также не уступала своих позиций, не сдавала цветочная тематика. Вы, наверное, заметили то, что у многих передовых брендов, в частности сегменты хайджуры, очень отдается как бы дать цветочным принтам, цветочным и восточным также. Они не сдают своих позиций уже очень-очень долго. И можно, в принципе, даже назвать это классикой данного сегмента. Мне бы хотелось сказать пару слов еще о помолвочных кольцах. Некоторые специалисты говорят о том, что в области помолвочных колец также сейчас меняется подход, и многие люди ищут, уже отходят от такого классического варианта с бриллиантом и делают предложение руки и сердца кольцом с другими вставками. Тем не менее, мы выпустили это наша обновленная коллекция помолвочная. Выпустили такой вариант, мы бы назвали его классикой в современной интерпретации. То есть это классические солитеры, но выполненные современными технологиями и в стиле, который бы любая современная девушка была бы рада носить. И также мы обратились к еще одной классической тематике, так как основной целью нашего бренда является формирование семейной шкатулки, то есть ювелирных изделий, которые передавались без поколения в поколение.